Всем привет! С вами Македа Про и ведущий блога Александр. И сегодня я расскажу вам о том, как можно создать новый интересный сайт в тематике ретро и винтаж. Давайте скажу о том, что ниша довольно-таки узкая, интересная. И сайтов подобной тематики на самом деле немного. И говорить о какой-то серьезной конкуренции я бы не стал. Давайте сделаем вот так вот. Давайте посмотрим, что нам выдача здесь. Старые ретро-фотографии, винтажные картинки. И дальше у нас пошел ВКонтактик, Пинтерест. То есть, как бы, видите, да, топ-выдача. Давайте пойдем дальше. Ну, то есть, как бы, не очень жирно. Все какие-то подразделы, все какие-то рубрики. Даже со страницы понятно. Фотобой, интерьерные фото. Первый украинский винтажный блок. Ну, здесь какие-то платья. Старые ретро-фотографии. All Vintage. Давайте посмотрим. Так, 57 человек. Ну, это как бы общий 59 страниц. Так, в любом случае, что я вам могу сказать. Конкурентов нет. И если вам тема интересна, то стоит начать. То есть, не зря я сделал эту статью. Так, что у нас касательно ретро-тематики и что у нас касательно вообще сайта под эту тематику. Сразу говорю, как и всегда. Эта тема будет интересна непосредственно только тем людям, кто действительно интересуется старыми фотографиями, винтажными, ретро. То есть, может быть, это какой-то фотограф. Либо просто ценитель прекрасного. Ценитель старины. В принципе, вы знаете о том, что выдачу вы можете проанализировать. Конкурентов своих есть для этого специальные сервисы. Буду публиковать еще записи на эту тему. Но сейчас вот скажу поверхностное свое мнение о том, что я увидел, о том, почему я вообще решил написать пост. Пост я решил написать по той простой причине, что у меня там была пара источников, и я дергал из них контент для своих сайтов. Поэтому, а почему бы и нет? Может быть, кто-то не гонится за деньгами, кто-то не собирается зарабатывать на своем сайте, как бы собирается, но это не будет. Его источник постоянного дохода. А вот человеку просто интересно создать сайт винтажной тематики. По выдаче создается впечатление о том, что, ну, понятное дело, любителей таких немного. Может быть, просто кто-то еще не задумывался над этим. Но тема интересная. И вот я немножечко так пробил поисковые запросы по Верстату. Есть такие вот среднечастотнички. высокочастотнички, низкочастотнички. То есть, ну, есть варианты, есть над чем работать. Понятное дело, это вот эти вот ключевые запросы. Давайте попробуем ввести запрос ретросайт. Да, что там, какие у нас будут ретросайт. Какие у нас будут варианты. Кто у нас здесь выскочит сейчас? Лучшая музыка. Семидесятых. Попопу сайтов ретро стиля. Но это непосредственно ретро стиль. Кино, ретро, винтаж, веб-продакшн, портал и сервис. То есть, видите, конкретно вот по фотографии, по винтажной, ретро фото. Вот давайте, высокочастотник у нас. Давайте сделаем так. Будем более конкретные, будем конкретизировать. Сейчас посмотрим, кто у нас здесь в топе. Интересно просто. Видите, это все отдельные посты. Это все отдельные записи. А ведь можно сделать ретро фото. Под этот высокочастотничек подогнать морду. И все. То есть, пожалуйста. Вот вам приблизительно выдернутые из Вертстата запросы. Кто-то, может быть, скажет, это правильно, это неправильно. Но вот это то, что я увидел. То, с чем можно работать. Пожалуйста. Интересная будет тематика. Интересная она будет чем? Я непосредственно рассказал о коммерциализации здесь. Коммерциализация будет следующая. По контекстной рекламе, по цензу, по Яндекс.Директу. Это достаточно дорогие объявления, которые касаются ретро фото, ретро винтажных, вот этих вот всех моментов изображений. Плюс вы учитываете, что сейчас очень модно становится вся символика советской эпохи. Имена, старые фильмы, ретро автомобили. Все это можно чухнуть прекрасно под этот блог, под этот сайт. Небольшой рубрикатор сделать, люди, автомобили, события, что-нибудь такое. И что самое интересное, очень дорогие запросы в плане рекламы. Очень дорогая реклама касается нумизматов, касается людей, которые занимаются марками, какими-то монетами. Вот эти вот все моменты, достаточно дорогие объявления. Поэтому, если они будут у вас выводиться на сайте, и люди будут по ним переходить, люди будут по ним кликать по этим объявлениям, то это достаточно такая дорогая ниша. И с точки зрения коммерции, это очень интересная тематика. Но, опять же, вернемся с точки зрения, если смотреть, с точки зрения интереса непосредственно отдельно взятого человека. Тут уж нужно смотреть, понятное дело, что у вас есть два момента. Либо коммерциализация, либо у вас есть момент того, что это вам по душе, это вам интересно, и вы хотите с этим работать. Поэтому, как бы, здесь очень много, очень долго чего-то говорить не стоит. Как обычно, ну, что касается по дизайну, то по ретро здесь, конечно, можно выбрать обычный простой блоговый дизайн. Но тут особо мудрить и не нужно. Вот что касается источников, то их таких вот хороших заблагородных источников, учитывая то, что это такая вот узкая ниша, всего лишь два. Это Retronaut и Vintage S. Retronaut раньше был вообще выделен в отдельный сайт retronaut.com. Но в последнее время есть такой проект Mashable, вы знаете, такой вот агрегатор новостей, вирусного контента. Mashable подобрал под свое крылышко этот Retronaut, и теперь Retronaut является частью Mashable. То есть, по факту, это он работает у Mashable. Mashable.com он работает как отдельная такая вот категория, винтажные фото. Ну, для чего это сделано было? Ну, во-первых, Retronaut уже сложившийся такой крупный портал, ничего не нужно было делать, ничего не нужно было изобретать велосипед, нужно было просто каким-то способом получить его себе. Это разнообразило, естественно, новостную ленту Mashable. Ну, как это отразилось на Retronaut, я не знаю, я так понимаю, что Retronaut просто был продан, и, наверное, за хорошие деньги. И есть второй ресурс Vintage S. S это у нас, насколько я понимаю, доменное имя Испании, хотя сейчас с этим можно накрутить. И хоть итальянский, хоть какой-либо, это все сливалось в одно словоформу какую-то красивую, поэтому здесь как бы зацикливаться не стоит. И Vintage S. То есть, вот два отличных ресурса, с которых можно дергать новости, кроме того, что там хорошие фотографии, там пишутся очень большие классные тексты. Как обычно, берем, переводим, адаптируем его, я не называю это рерайтить, мы адаптируем, потому что вот этот вот ломанный язык, его нужно вычитывать, его нужно приводить к какому-то читабельному виду и выкладывать на свой сайт. Поэтому вы по факту получаете качественный контент, вы можете спокойно выводить морду в топ и по высокочастотникам. И я, честно говоря, не думаю, что у вас будут конкуренты, потому что поисковые системы, они тоже не тупые. И им желательно на первое место в топе вывести главные страницы каких-то специализированных ресурсов, а не отдельные страницы каких-то отдельных сайтов, которые по тематике вообще, в принципе, не совпадают с этими понятиями, ключевыми словами и запросами, такими как Vintage и Retro и все такое прочее. Да, работы будет много, но ни с одним ресурсом не бывает мало работы. Поэтому, в принципе, если кто-то заинтересовался, если, в принципе, кому-то интересно, то я так думаю, что с этого со всего выхлоп будет. Главное, правильно за счет высокочастотников вытащить морды в топ по этим запросам. А я могу вам сказать, что вытолкнуть морды главной страницы в топ по этим запросам будет достаточно легко. По этим запросам я вам расскажу сейчас, как вкратце делать. Я уже делал аналогичное с ресурсами, с низко... С узконишевыми. Что мы делаем? Мы берем, пишем хороший контент. Соответственно, мы покупаем немножечко ссылочек на страницы. Покупаем немножечко анкорных ссылок под страницы, под главную страницу под морду. Но главное, чтобы это были качественные ссылки. Через 3-4 месяца можете спокойно брать и двигать морду под высокочастотные запросы обычными профильными прогонами, только хорошими. На Супре есть хорошие прогонщики. Прогоны у них начинают 800, 1000, 2-2,5 тысячи рублей. Можете спокойно обращаться, двигать морды профилями. Морды полезут однозначно. Будете в топе, тем более еще с соблюдением полной тематики. И можно будет спокойно двигаться, и можно будет спокойно вылезать в топ по этим запросам. Разбавляйте без анкоры, без анкорами, без анкорными ссылками. Да, разбавляйте без анкорами, и все будет нормально. То есть не будет никаких санкций, ничего. Потому что на Супре есть хорошие прогонщики. Они делают прогон, и ссылки влезают, соответственно, в вебмастере светятся постепенно. Не сразу пачками, там, 100-200 ссылок, а будут влезать постепенно. В это время еще будете писать материалы. В это время еще можете покупать какие-то ссылки. Только вечные ссылки покупаете, а не какие-то там варианты. Ну, вы поняли о чем я. Покупаете хорошие ссылки, и, в принципе, стартанете. Тематика будет соответствовать в топе. Посмотрите, там нет ничего толкового. Можете еще проштудировать вот эти вот запросы. Я вам сразу могу сказать, что там ничего не будет такого сверхъестественного. С ядром проблем тоже не будет у вас. Поэтому я не вижу проблем с тем, что, если кто-то скажет, что я просто так на кофейной гуще предсказываю будущее. Ребят, ну, я смотрел вот эти вот все пока, вот эту десятку здесь компоновал запросов. Я тоже пробежался по поиску. Там ничего толкового такого нету. Поэтому спокойно можно браться. У вас здесь есть высокочастотники. Черно-белые фото там под старину, старинные фото. Топ не засиженный. Топ абсолютно нормальный. За конкуренцию можно побороться. Главное это делать размеренно, правильно, не спеша. И я вам говорю, что все будет хорошо. И проблем у вас с этим не будет. Поэтому это вот такие мои размышления по поводу продвижения. Такие, на вскидку на глаз. Хотя я смотрел и раньше, там, 17-го числа пост опубликован. Я это все немножечко просматривал. Поэтому, ребят, дерзайте. Все у вас получится. Тема интересная. Если тема вам по душе, если близка к сердцу, то делайте блог по винтажной фото тематике. Все у вас получится. Все, давайте до новых видео. Читайте блог. Подписывайтесь в социальных сетях. Подписывайтесь на канал в YouTube. Будет еще много видео. Сейчас на подходе статьи буду писать в ближайшие дни. А затем буду публиковать уже видео. Поэтому, если подпишетесь, узнаете об этом первыми. В принципе, у меня все. С вами был Македа Пробал Александр. Всем удачи и успехов в нашем нелегком деле. Всем пока.